Всем здарова, ребят! Сегодня у нас 28 декабря, и несмотря на всё, что вот-вот наступит Новый Год, мы с ребятами не отдыхаем и подготовим для вас новый новогодний выпуск для того, чтобы поднять вам новогоднее настроение. Ну а так как мы хотели очень сильно поднять вам новогоднее настроение, мы подготовили для вас целых 5 новогодних выпусков. Теперь вам точно будет, что посмотреть на новогодних каникулах. Мы решили скатиться на гигантском надувном парке со снежной горы. Проверили, насколько опасен фейерверк и стрельнули в машину. Также мы повзрывали кучу пиротехники в доме. А ещё мы сделали мощную пушку, которая стреляет снежками и разрушает всё на своём пути. И всё это вы увидите на этих новогодних каникулах, поэтому подписывайтесь на моё сообщество, чтобы не пропустить все эти ролики. Ну а в нашем сегодняшнем ролике будет гирлянда. Много гирлянды, больше гирлянды, ещё больше гирлянды. Чуть-чуть больше, чем на этой ёлке. Как вы думаете, ребят, сколько здесь гирлянды? Ну не меньше километра. Просто по сценарию было по-другому. Ты должен был сказать, тут ну метров сто. На самом деле мы реально думали, что один километр гирлянды выглядит гораздо больше и масштабней. Хоть по этой маленькой кучке и не скажешь, но здесь один километр двести метров гирлянды. Первый эксперимент, который мы хотели проверить сегодня, проверить то, сколько гирлянды можно подсоединить к одной розетке. Как правило, в одну розетку все нормальные люди втыкают всего лишь одну гирлянду. Ну сколько я максимум цеплял, это три гирлянды. Как вы думаете, сколько их можно всего подсоединить? Сколько? Я думаю, ещё восемь. А мне кажется, все. На данный момент мы подключили две гирлянды, и они работают, что неудивительно, я думаю. Мы решили не оставлять гирлянду в клубочках и размотать её, чтобы посмотреть, как далеко она вообще будет тянуться. Поэтому мы решили отправиться на улицу и выбросили гирлянду через окно. Пацаны, у вас там как-то темно? Вам нужно подсветить. Опа. Блин, смотрите, пацаны уже реально далеко ушли. Кажется, две гирлянды, они реально вообще прям уже ушли куда-то. Они причём, знаешь, светят вообще хорошо. Три. Ура! На самом деле, когда я распаковывал все эти гирлянды, я увидел, что на упаковке написано, что можно подключить сюда до трёх гирлянд. Тут сейчас как раз три. Получается, что следующая гирлянда, по идее, ну, должна либо сломаться, либо менее ярко светить, или что-то ещё. Небольшой спойлер. То, сколько гирлянды можно подсоединить к одной розетке на улице, проверить у нас не удалось. Спросите почему, сейчас узнаете. Ой, я сломал пару гирлянд. Провода порвались, да? Блин, слушай, они реально замерзли. Как вы можете заметить, частенько начинают лампочки просто не работать. У меня есть подозрение, что это связано с тем, что очень холодно. Оп, она вырвалась вот здесь, вон, видишь. Короче, из-за большого мороза они просто лопаются. Лампочки очень легко отлетают. Я просто беру вот лампочку, да, просто, тык, а если горящую? Смотрите, если вы просто чуть-чуть потянете сильнее, то бах. Вырубил пол, почти всё вырубил. На самом деле, есть же гирлянды уличные, а есть домашние. И это явно домашние, они очень тонкие. Короче, из-за того, что на улице очень холодно, эксперимент лучше проводить в ангаре. Как сильно мне это не хочется. Эх, блин, придётся идти в тепло. Далее мы вернулись обратно к нашей розетке. И в этот раз мы решили не разматывать гирлянду, а наоборот оставить её всю в одной куче. Потому что если с ней что-то произойдёт, например, в каком-то месте она вспыхнет или начнёт светиться менее ярко, то вы и мы сможем сразу заметить результат. Работает. Производитель нас немножечко обманул. Четыре подсоединить можно. Каждая гирлянда по 25 метров. Прикиньте, вот реально, мы сейчас возьмём, всю гирлянду воткнём в розетку. Километр 200. Вы можете представить себе, что один километр 200 метров можно воткнуть в одну розетку гирлянды? Я не могу себе представить. Получается, Руслан тогда окажется прав? Слушайте, мне одному кажется, или гирлянда прям значительно слабее началась светить? Во, кстати! Чё, чё? Вот первая от розетки, вот последняя. Но мы видим первые изменения. Я думаю, если мы сейчас воткнём ещё штук 15, то результат будет прям очевидный, заметен. Это первые 25 метров, а это уже 500-е метры. Теперь, если воткнуть в розетку, то разница есть. Еееее, да. Всё равно, получается, производитель нам набрал. Больше трёх подключить точно можно. 975 метров, и прямо сейчас представляем вашему вниманию впервые в жизни, по крайней мере в моей, 1 километр гирляндой. Я думаю, уже невооружённым глазом заметно то, как сильно отличаются первые метры от последних метров. А для того, чтобы это было лучше заметно, я предлагаю вырубить свет. Вот теперь, когда свет, ребята, выключили, реально заметно то, какая гигантская разница между последними метрами и первыми. Ебой! Она выглядит так, как будто она выключена вообще. То есть что? В ходе этого эксперимента мы поняли то, что в целом гирлянда будет работать. Она будет светиться, ничего не загорится, но просто с каждым последующим метром она будет светиться всё слабее, слабее и слабее. Поэтому не получится сделать гигантскую длинную яркую гирлянду. Зато как минимум, наверное, штук 20 можно подключить, и они такие же будут яркие получаются. Ну, кстати, да. Есть гениальная идея. Смотрите, ребят, всё это время мы подсоединяли каждую последующую гирлянду к предыдущей, в её розетку втыкая новую вилку. И у нас осталась ещё одна последняя розетка. Что если мы сейчас сюда воткнём не гирлянду? Мне очень сильно интересно. Получается, по сути, гирлянду можно будет использовать как переноску. Как удлинитель, я бы сказал. Удлинитель, да. Мы попробовали подключить другой электрический прибор. Плазма-шар. Как результат, он почему-то не заработал. А потом почему-то заработал. Ничего не происходит. Ну-ка. Вау, работает! Нифига, она перетягивает, получается, всё. Так как для его работы ему потребовалось очень много энергии, скорее всего, из-за этого часть гирлянды просто отключилась. Также мы заметили, что прикасаясь к шару, мы тоже забираем часть энергии. Из-за этого музыка начинает играть немного ниже своей тональности. Да, по тону другой становится. По сути, вкусно. Мы тратим электричество. Также в розетку от гирлянды мы попробовали подсоединить настольную лампу. Раз, два, три. Моргнуло. Не вывозит, скорее всего. Моргает, да, не вывозит, не хватает напряжения. Всё верно, ребят. Километр гирлянды забирал слишком много энергии, и лампе её было недостаточно. Поэтому, чтобы она всё-таки смогла заработать, мы начали постепенно укорачивать длину гирлянды. В конечном итоге лампочка заработала. Получается, если укоротить путь, то гирлянда работает как переноска. И это был последний эксперимент с тысячей метров гирлянды. Далее мы оставили всего лишь несколько метров. Как нормальные люди, мы подключаем гирлянду к розетке. Горит, горит, всё нормально. А как экспериментаторы, у нас две розетки. У меня в руках сейчас то, что может привести к катастрофе. Это вторая вилка этой гирлянды. Как вы думаете, что произойдёт, если воткнуть одну гирлянду сразу в две розетки с двух концов? Она будет гореть ярче. Вопрос, будет гореть только гирлянда или нет? Я думаю, что они начнут по очереди взрываться, если судить по ролику с хомячим колесом. А мне кажется, она загорится, типа вся. В прошлый раз мы проводили эксперимент с тем, чтобы воткнуть один провод сразу в две розетки двумя вилками. Что произошло? По-моему, выбило свет. Потому что мы перепутали фазу и ноль. Это если в разные розетки, а это в одну розетку, там два же провода, они просто разветвляются. Получится она обратно, в эту же сеть пойдёт. Втыкаем, получается, одну гирлянду с двумя вилками в одну розетку. Все люди так Новый год отмечают, нет? Кто хочет это сделать? Я, мне по приколу. Вроде у электриков я такие же видел. Я тоже. О, мокрые. Раз, два, три. Работай! О, она горит! О, дымит! О, дымит! Отходи! Отходи! Вырубай. Сгорели вот эти вот провода, смотрите, которые смотрят. Не показывай сильно близко. Вау, посмотрите! Один провод почернел. Какой итог? Если вы сделаете это, то у вас просто начнёт плавиться провод около розетки, там, где он ближе всего находится к источнику электричества. Но какое-то время будет гореть. Следующий эксперимент я снова предлагаю снять с розеткой. Пойдёмте. На полочке у нас лежит ещё одна гирлянда, которая работает, между прочим, без розетки. Это гирлянда на батарейках. Она специально настроена на то, чтобы работать под батареек, и большая мощность для неё, в принципе, не нужна. Что, если мы сделаем так, что воткнём эту гирлянду в розетку? Для начала нам нужно её разобрать. Ну, теперь она не горит. При помощи крабиков подсоединяемся к контактам. Как же много мы совершаем сегодня действий, которые ни в коем случае повторять не стоит. А сейчас самое интересное. Раз, два, три. Ёлочка. Всё. Видим? Это, пожалуй, было, наверное, самое короткое новогоднее настроение в мире. Давайте посмотрим ещё разочек, но только медленнее. Можно заметить, как гирлянда не просто выходит из строя и вспыхивает, а на долю секунды она реально загорает и начинает работать. Получается, что так делать тоже не надо. То есть, если вам кажется, что ваша гирлянда на батарейках стала очень слабо светить, и вы вдруг внезапно захотели её сделать ярче или вообще зарядить при помощи обычной розетки, запомните раз навсегда так делать ни в коем случае нельзя, потому что произойдёт вот это. Я думаю, что вот это было самое-самое безопасное, что вообще могло произойти, потому что мы профессионалы. Стрельнула лампочка, которая прям чётко смотрела на Руслана, да. Такой кусочек пластика мог отлететь куда угодно, в том числе и в глаз. Ну а мы переходим к следующему эксперименту. Как я уже говорил в начале видеоролика, мы сняли с ребятами ещё и видеоролик про пушку, которая стреляет снежками. И как она это делает, мы узнаем буквально через пару дней. Но прямо сейчас я предлагаю зарядить эту пушку гирляндой и посмотреть на то, как она сможет нарядить ёлку своим выстрелом. Мне кажется, что ни хрена не получится. Мы просто сейчас возьмём, выстрелим, ёлка упадёт и всё. Блин, ну это выглядит реально классно. Всё готово? Да, готово. Нет, сейчас, подождите. Я буду здесь. Я на это не куплюсь, да? Второй раз я на это не куплюсь, да. Примерно человек пять записывает просто с телефона вот так вот вертикально. Такие... Что будет? Что будет? Сейчас взорвётся. Раз. Готовы? Раз, три. Получилось! Собственно, теперь у вас есть в списке ещё один из дополнительных способов того, как быстро и удачно нарядить ёлку гирляндой. Я бы не сказал, что это выглядит прям красиво. И не сказать, что мы нарядили прям. Ну я думаю, человека бы, который стоял бы напротив этой штуки, вырубило бы. Все батарейки просто разлетелись. Вот так сейчас выглядит вся гирлянда. Ну не работает, вернее. Ну как вы поняли уже, делать так не надо. В моменте было эпично, я согласен. Вот так вот мы смогли нарядить ёлку одним выстрелом пушки. Только теперь всегда держать надо. Это не очень удобно. Ну а теперь мы переходим к следующему эксперименту с гирляндой. Холодно? Холодно. Что думаете? Я думаю, что у нас и лестница есть. Она вообще достанет? Достала, ребят. Тут получается примерно третий этаж. И гипотетически, если вдруг что, то по идее можно спуститься на гирлянде с третьего этажа. Идея очень интересная, но опять же, ни в коем случае никогда даже об этом думать не надо. На это есть мы, профессионалы своего дела. Сейчас мы хотим с ребятами проверить, возможно ли спуститься на гирлянде с третьего этажа. Знаете, что я сейчас понял? Когда я гирлянду высунул на улицу, а там очень холодно. Гирлянда, может быть, и может выдержать. А замерзнув, она, скорее всего, потеряет свою эластичность. Поэтому надо очень быстро спускаться. Ух ты, она порвалась. Прямо там, где у меня рука была. Нет, ну это три человека сейчас делали усилия. Четыре ты тоже подтягивал. То есть получается, что гипотетически гирлянда реально может выдержать. Должна, да. Кто это будет делать? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Не выдержит она 98 килограмм. 15 минут назад был 85. В начале дня был 70. Там пишут вес. Тут нарисован дом. Можно входить и выходить. И две стрелочки. То есть можно входить и выходить. Хоть гирлянда предположительно и может выдержать вес человека, мы решили воспользоваться страховкой. Потому что Диману придется спускаться со второго этажа. А это порядка 5-6 метров. В этот раз мы решили обойтись без новогодних травм. Настало время поменять эту табличку. Так, подождите. Опять. Я думал, она не откроется. Окно открыто, и у нас возникла какая-то ситуация, при которой... При которой мне срочно нужно спуститься. Ой, Диман. А я бы не смотрел туда даже. Самое страшное, это минус 35. Вообще, это, мы, кстати, так и не поставили ставки. Вообще, Диман, ты думай, как ты думаешь, выдержит или нет все-таки? Я надеюсь, выдержит батарея. Самое главное, включить правильный режим. О, так веселее. Выглядит красиво. Это самое красивое спускание человека из окна. Чтобы вы понимали, сейчас 12 часов ночи. Чем мы занимаемся в такое время? Я решил сбежать с работы. Ну что, Диман, я думаю, она уже достаточно сильно замерзла, чтобы как раз по-быстренькому ее сломать. Давайте. Самое стрёмное, что нужно, лезть задом. Ну, собственно, Диман. Давайте. Ё-моё. Подожди, мы тебя еще внизу, как бы. Подожди. Мне надо обвязаться. Если честно, до этого мне казалось, что она выдержит. И сейчас я чувствую, насколько же там сильно холодно. Я понимаю, что она, скорее всего, не выдержит. Страшно. Вы держите? Я, да. Я, Диман, держу, блин. Диман, убирай руку. Подожди. Я понял. Понял, держите, брат. Диман, отпускайся. Я не могу за нее держаться. Диман просто не может отцепиться от окна. Ух ты. Стой, надо обвязать об ногу. Вот так. Ой, рвется, рвется. Ой, рвется, рвется. Гирлянда порвалась. Спускайте меня. Спускайте. Она рвется. Давайте быстрее. Давайте подведем итоги. Диман спустился. Это было просто ужасно. Короче, на самом деле спускаться по гирлянде плохая идея. В какой-то момент за нее было плюс-минус удобно держаться, потому что она была потолще. Но потом она стала очень тонкой. Там было всего два проводка, которые меня держали. Короче, как итог. Диман, можно ли спуститься из окна при помощи гирлянды? Я скажу, что нет. Лучше спускайтесь при помощи обычной лестницы или специализированного лифта для людей. Короче, очень интересный эксперимент, но, к сожалению, он не работает. Не знаю, при каких обстоятельствах вы бы могли это делать, но мы вас от этого избавили, и делать этого точно не нужно. Поэтому подписывайтесь на наше сообщество ВКонтакте и смотрите на то, как проверяем подобные эксперименты мы. Это был очередной новогодний видеоролик от нашей команды. Диман там, походу, уже обратно подошел. Бежал он куда-то. Он просто копает яму. А я всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока! Пока, ребята!